Привет, друг! С тобой Аван. Мы продолжаем играть на сервере CCD Planet сервер номер 2. Всё как всегда. И как ты понял, по названию поп-вы ролика, это, кстати, не кликбейт. Именно сегодня, ровно за 100 часов, ну там 109 часов игры на этом сервере, мы прикупим Bugatti Chiron и тем самым пройдём данную игру. Ну и, конечно, исполним свою а-ля МТАшную мечту. Поэтому я желаю тебе приятного просмотра, приятного аппетита. И мы начинаем. Знаешь что, какой у нас план? Буквально неделю я ходил на аукцион, искал какие-то хорошие Chiron и ничего не нашёл. И именно сегодня я решил, что я буду покупать его салона. Деньги, в принципе, у меня имеются, но давайте заедем к нашим бизнесам, которые находятся вот здесь, которые я брал по ГОСу. Давайте их как бы немножко обналичим. Раз и два. Ну что, пацаны, бизнеса мы обналичили. Я думаю, теперь можно отправляться в Лос-Вентурус и я вам расскажу, почему именно Chiron, почему именно салона не с аукциона или с рук. И почему я решил вообще купить Chiron и откуда, блять, у меня деньги, если у меня всего лишь вон 109 часов на этом сервере. А всё сейчас вам подробно расскажу. Ну что, давайте наш рассказ начнём с того, почему у меня 109 часов и почему у меня столько денег, что я могу купить Chiron. Как бы на 100-часовый Rolls-Royce, как бы это жирно. Но если задротить, то можно его, в принципе, за 100 часов накопить, но Chiron это жирно. Получается то, что играю я на этом сервере где-то с 2017 года. Это первый мой МТА-шний сервер. В 2015-16 годах я смотрел всяких ютуберов, которые играли на этом сервере. Я просто кайфовал от этого и хотел очень сильно залететь на этот сервер поиграть. Но не мог залетать по одной простой причине, что у меня был слишком слабый ПК и мне лишь оставалось довольствоваться обычным сампом. Но когда я прикупил себе новый ПК, я с радостью зашёл на этот сервер и начал здесь играть и дико кайфовал. И после этого у меня, конечно же, была мечта, и мне кажется, как и всех игроков этого сервера, это купить Bugatti Chiron. Потому что покупаешь эту тачку на этом сервере и можно сказать, что ты эту игру как бы прошёл. Но это, конечно, так не работает, но я так считаю, и мне кажется, многие так считают. И тогда я начал играть, работать, купил себе первый E34, после неё последовал Каен, после Каена последовала Ешка-212. И Ешку-212 я не хотел, если честно, покупать, я хотел купить на ГТР-35. Но прикупив Ешку, покатавшись на ней, я решил её обменять на ГТР и меня, как вы понимаете, обманули. Потому что на ЕКХ в обмене я не посмотрел, что там Р-34, а не Р-35. В итоге, вместо 35-го ГТРа на Ешку я поменял 34-й ГТР на Ешку, который стоит 1 миллион. И после этого мне бомбануло, и я прекратил играть на этом сервере и перешёл на Смотру. Но это было уже очень давно, и меня всего лишь оставался 1 миллион. И где-то в районе 50 часов на этом сервере. Но сейчас вы видите 109. В итоге я ушёл с этого сервера, потом буквально заходил, ну, раза 2-3. Заработал несколько миллионов и работал чисто на вкладах. Поэтому я вложил деньги, забирал, вложил, забирал, ставил напоминание в телефоне, чтобы не просрочить день. И каждый месяц я вложил, забирал, вложил, забирал. Кроме того, ещё у нас очень много конкурсов на этом сервере было. И в прошлом году, перед Новым Годом, буквально 30-го числа, где-то в ПТС у меня есть. Вот 30-го, 12-го, 21-го мы прикупили данный Rolls-Royce. А, ещё забыл сказать, что пока я играл в серверах, сгорели. И часы сгорели, деньги мои на вкладах сгорели. Но администрация СССР сказала, если у тебя больше 150 часов, тогда ты вводишь промокод и забираешь свои деньги. Там буквально 10 лямов или сколько они давали. А я такой, да-да, потому что у меня на этом сервере 109 часов и на шестом сервере около сотки часов. В итоге я просрал два вклада, что там, что тут. И у меня плюс-минус одинаковое количество денег, что там, что здесь. В итоге у меня на 109 часов имущество на вот так. 290 миллионов рублей, 2 миллиона ещё на руках, ещё 2 бизнеса на 107 тысяч выпад топовых. И, в принципе, на этом всё. А, я ещё забыл, у меня ещё есть Ferrari F40. Ну что, пацаны, продолжим с того момента, когда я говорил, что у меня F40 есть. Ну вот она стоит, не напиздил получается. Вообще ни капли. Если вы едете с 10 ливой 13, значит, что вы плохо разбираетесь в автомобилях. Чарон сколько у нас там стоит? 3,850 либо 3,870 миллионов долларов. Я сейчас говорю, да? 3,870. Окей. Значит, нам нужно это всё перевести в доллары. А, интересный факт, может, что не знал. Когда только началась война, 24 февраля, то доллар же в рашке вырос. А здесь курс валюты, так понимаю, такой же, как и в жизни. В итоге здесь курс тоже вырос, и чароны стоили по 500 миллионов. И тогда можно было хорошо заработать. Но, к сожалению, я ни в доллары, ни в евро тогда не перевёл. Чаронов мне тогда не было. Поэтому я не заработал. Но сейчас по 61,44, в принципе, выгодный курс. А, значит, перевёл денежный. Нет, сейчас челу, бля, 300 лямов переведу, значит, с рублей. Надо перевести в доллары. 3,870. Раз, два, три. Раз, два, три. Значит, 237 миллионов, 772 тысячи, 797 рублей. Перевести. И у нас остаётся 52 миллиона. На 52 миллиона мы ещё должны его затюнить. Ну и, к сожалению, нам надо оставить какие-то деньги на вклад, потому что у меня вклада вообще нет. На вклад желательно лямов 50, а не забываем то, что у меня 50 лямов-то никак не будет. Знаешь, что на счёт у нас 20 лямов рублей, 4 ляма почти баксов. Охереть. И 34 на руках. Ну, что-то на мажорском, да, если что. А, блядь, я же забыл. У меня ещё места нет, значит, надо ещё купить одно место для Чарона за 1 миллион. Всё, а следующее уже сколько будет стоить? 2. Понял. Понял, понял, понял. Ну, если что, Лос-Ройс продадим, в принципе. И заходим, и просто исполняем мою мечту. Конечно, можно за 30 тысяч рублей реальных купить, но цвет чуть не забыл. Давай этот будет, не знаю, вот такой, например. Давай серый. Не, давай синий. Не, давай белый. Всё-таки серый. А доп цвет. Пусть будет чёрный. Ага, доп это салон, я понял. Или серый, если ты скучаешь. Давай розовый. И номер давай на 77 регионе. Москва. Ну что, покупаем. Утв 175, 77. Ну, конечно, что я хотел от номера, если этому серверу уже сколько? Ну, уже лет 7, как минимум. Все номера давным-давно раскупили. Поэтому на хороший номер я и не надеялся. Ну, блядь. Чирон. За 3 870. Я упоролся, купил Чирон с автосалона. И давайте сразу заедем на ЭКХ и вцепим на него номер. Бля, ЭКХ преобразился жёстко. Я не привык к такому ЭКХ. Ой-ой-ой, ебать этот стиль, пиздец. Номера. Так, вы думаете, я сейчас какую-то федералку или бисфлага? Нет. Мы просто купим Э777ВН77. А, блядь, с русскими, понял. Типа, читается как Эван. А, он занят, понял. 97. Понял. 8 лямов за номер, в принципе, норм. Хотя я мог, блядь, только что этот бисфлаг взять, да? 50 тысяч? Вообще пофиг. Эван, 3 семёрочки, 97. Ну, смотрится, блядь, конечно, хуже, чем 77. Но смотрится тоже не так уж и плохо. Значит, 8 лямов ещё ушло. Но потом в конце подсчитаем, сколько мы всего потратили на этот Широн. Кстати, интересный факт, что на Рюдмире я Широн покупал за 2 ляма долларов, а здесь за 4. Там он новый 3, стоит здесь 3 870. Ну что, давайте. Опа. Так, кристаллы нам понадобятся. Потом расскажу для чего. Поэтому поехали, заберём. Так, а что по салону? О, здесь и руль крутится. Мне там Шкода обогнала. Типичный день владельца Широна. Так, заезжаем в тюнинг внешний. Я буквально пересматривал пару дней назад тюнинг на Широн, какой есть вообще. И раньше фулл антихром ты мог сделать за 1 миллион. А сейчас они сделали чисто комплектами за 15, 35 и 45. За 15 у нас получается спорт, я так понимаю. Вот это чёрное и вот это чёрное. А вот это у нас не красится, да? Это надо как-то хуй знать, где красить. Профиль прочий, наверное. 16. Не, 16 нахер, мне не 16. Вот спёр, когда крутится вот эта херня. Но я не хотел спёр, потому что не хотел. Объективно. Мне бесит вот этот спойлер. Но, бля, 35 лямов всё на него тратить. Детали крыши. Ну, это кабрик, это вообще дичь. А мне интересно, типа, вот это не красится? А, наверное, красится, потому что она цвет поменяла, посмотри. Да, наверное, как второй цвет, потому что она покрасилась в белый, а у нас салон белый. Значит, спюр мне не нравится из-за спойлера. Спереди он офигенный, агрессивный. Но сзади он мне что-то не нравится. СС тем более мне не нравится. Потому что я его насмотрелся на реддвере. Это длинная жопа, нахер она, как говорится. Надо эти две полоски. А мы просто купим антихром. Ведь чёрон должен быть как чёрон. Детали крыши. Не хочу я кабрик. Диски, диски это потом. Ксенон, ксенон. Ксенон можно такой вот сделать, 4300, я думаю, нормально. Так, профиль, профиль это после. Прочее, это чё? А, это вот этот Bugatti, да? Ну, прикольно, не хочу. SGU 5 лямов. Надо нам SGU, я думаю, не надо. Шины это тоже фонари. О, нам надо тонированные. Почему они не добавили его в пакет? Я бы знаю. Знаешь, диски. Давайте теперь подберём какие-то диски. Наверное, вот такие RTR-ки. Не знаю, они мне везде нравятся. В принципе, на Redmi у меня уже был такой шарон с RTR-ками. Или вот что-то из форштайнеров. Давайте RTR-ки поставим. Хотя они дешёвые. Нет, давай чуть подороже, блядь. Давай вот эти форштайнеры. Что-то шо у нас не в ту сторону забрело, блядь. Я думаю, нормально настроили колёса. Вроде по радиусу норм, по завальчику, по арочкам. Всё сидит прям хорошо. Ничего не выпирает. Поэтому давайте вот так за 60 тысяч вот это купим. Прочее, это не то. Тормозные диски. Ебать, а шо они такие маленькие? А можно сток? А сток тоже маленький, понял. Лучше б стоковые диски стояли. Может по приколу ржавые поставить? Не знаю, это гон будет. Давай хотя бы вот такие поставим, шо ли. Шины, шины. Мишлен пусть будет. В итоге у нас тюнинг вышел весь на 15 миллионов 770 тысяч. Ну, ещё там 60 развалов. На 15-800. Короче, заокруглим 16 лямов. Да, это жёстко. И теперь, кажется, осталось самое сложное для меня. Это покраска. Ведь чироны уже у всех были в разных цветах. И придумать что-то своё уникально, это сложно. Кстати, давайте сразу дополнительный цвет проверим. Да, фух. Дополнительный цвет. Сразу в чёрный красим. Тип краски. Конечно же, перламутр на базу. Цвет блеска. И сейчас мы будем, короче, мутить. А ещё мне, знаете, более чё прикалывает? Что раньше на CCD первый цвет это была вот эта серединка. Второй цвет это жопа. Вот эта за грани. Эту хереню можно было в тюнинге сделать чёрную. То теперь на CCD обычный цвет. И чтобы вот эту жопу сделать, надо винил делать. Короче, пацаны, сделали мы такой более графитовый цвет дисков. Покрасили вот такой цвет. И сделали тонировку за 20 тысяч. Ну, чё-то в нём есть. Но, блин, придётся сейчас, походу, сидеть в этих винилах и пытаться сделать себе двухцветный чарон. Давайте хотя бы посмотрим, как он будет выглядеть в двухцветах. Комплекты. Блядь, ну вот так вообще соска, да? Всё-таки, мне кажется, надо было сделать этот Pure Sport. Не, потому что вот так это пиздец дорого смотрится. Ладно, тогда погнали что? В винилку? А, ну перед этим нам надо заправиться. Так, заправочка. Салам алейкум. Мне 85-го, пожалуйста, до полного. 83 литра бак. Наверное, 85, если быть точным. А, кстати, давайте посмотрим ПТС. Настя Бугатти Шарон 2020. Ярко-фиолетовый. Блядь. Он здесь записался этот цвет. А я не шарил. И первый в ПТСе. Эван Ютуб. Утва-77. Жалко, кстати, когда номер меняешь. Здесь не меняется, либо вот здесь. Ну что, теперь ты по документам ярко-фиолетовый, не коричневый. Так, пацаны, чиповочку я поставил. Вот, давайте заедем сюда, посмотрим, что здесь. Ага, вот наше состояние колодок, масла, моторного масла. Если что, надо будет поменять. А, по 15 тысяч, так что это недорого. А на сколько это? Это на 16 тысяч километров замена. Нормально, 16 тысяч буду весь целый год катать. Окей. Значит, здесь мы сделали все, что надо. И отправляемся, наверное, в винильную, которую в SF или в LS. И отправимся на детальки. А, и насчет деталек. Давайте проверим максималку, которая у нас здесь. 550, да? И многие еще ставят детальки на этот шарон. То есть там улучшают подвеску, скорение, максималку. Но, если честно, я от этого большого смысла не вижу. Потому что шарон валит 550. На карте Сан-Андреса. Спасибо, что текстуры прогрузились. Карта Сан-Андрес не такая уж большая. И на этом шароне еще найти место, где разогнаться 550, это надо еще постараться. А если ты даже разгонишься, то найти место, где ты тормозишься, это тем более надо постараться. Вот, потому что я сейчас торможу, но не тормозит ни хера. Поэтому я, если честно, от этого смысла вообще никакого не вижу. Но потом можно будет поехать. Либо, если этот ролик наберет, давайте, допустим, 100 лайков, то в следующем ролике мы поедем и затюним детальками фул наш автомобиль и посмотрим, насколько это все поменяется. Ну да, там поменяется скорение, разгон, но зачем? Ну что, пацаны, с прошлого включения пришло около 5 часов. Нет, я не делал весь день винил, просто еще света как бы не было. Всем, кто с Украины, привет. Вот такой вот винил вышел. 37 слоев. Очень плохо, что из-за того, что у нас стоит переламутровая краска. Полностью винил. Сделать черным нельзя. И он, видите, как будто затемняет наш прошлый цвет. Но, с одной стороны, это и офигенно смотрится. Можно сохранить и выйти. А, с другой стороны, ну, блин, хотелось, чтобы было чисто черное. Но, если вот так смотреть, то даже что-то в этом есть. Конечно, это не выглядит как кал. Это выглядит как что-то золотое, дорогое и богатое. Блин, пацаны, мы же на CCD. А на CCD что? Есть специальная анимация включения фарда в Bugatti Charon. О, да, блин. Недаром, Рил, недаром потратил почти 4 ляма баксов. Потому что на другом сервере такой храни нет. И отстрелы, и не отстрелы. Ай, уай, пушка вообще. Я не могу. Ну, как он стелит? Ё-моё. Так, я думаю, после моечки, как бы, ситуация должна исправиться хотя бы немножечко. Мне интересно, Хуракан специально приехал в гости перфоманта? Напоминание. Можно позже прокатиться на Широне? Ну, прокатись. О, давайте спросим хотя бы, как тебе цвет? Чё он скажет? Арабский. Блин, это какой-то тренд. Челла, Авинтадор. Вот цинг тоже в таком цвете. Понимаю. Знаешь, что, пацаны? У нас есть такой вот Широн, который, блин, в принципе, в очень офигенных цветах. Это незаезженный чёрно-синий и чёрно-красный, который я хотел сделать с самого начала. Это такой достаточно редкий цвет. И даже то, что у нас чёрные квадраты не до конца чёрные, они немножечко прозрачные и выходит такой светло-коричневый, тёмно-коричневый цвет и выглядит, мне кажется, прикольно. Мне кажется, стиль какой-то есть. Но сейчас можно по приколу поехать и ещё примерить пару цветов. Ага, то есть, если мы сделаем чёрный блеск, то будет где-то вот так выглядеть. Ну, кстати, тоже неплохо. Тоже неплохо. Значит, цвет блеска решает. Вот так мы сделаем немножечко его потемнее, и так-то будет получше. И давайте чисто по приколу ещё заедем, посмотрим на детальки, что они и за сколько могут. Надеюсь, там цены не будут, прям очень жёсткие. Ага, значит, лям, это движок, и даёт нам 6, я так понимаю, к максималке. Плюс 6, это даёт плюс 4, это даёт плюс 3. Нас есть ещё вот это, которое стоит как бы 28 кристаллов, и как бы вот столько вот даёт. Давайте по приколу один откроем. Кейс. Спасибо, зелёный. Ладно, ещё один. Бля, синий, пиздец. Последний. В жопу. А, я хотел ещё один открыть, но уже 20 у меня только. Вы гоните? Мне то есть жёлтого нихера не выпало? Ладно, давайте добавим вот это, и посмотрим, насколько же... Чё он нам даст? Вот это сколько нам даёт, не покажет? Плюс 1, плюс 6, плюс 4. Получается 11. 11 к максималке у нас прибавилось, и мы теперь можем добавить это в чиповочке. А, значит, это нам дало ускорение, а не максималку. Понял? В принципе, это всё мне не интересует, потому что здесь тупо негде гонять. Ещё чип надо нормальный подобрать. Раз, два, три. 200, 300, 400, 500, 75. Кстати, мы добавили ускорение на 11, и максималка выросла на 25. Нормально. Короче, пацаны, у меня на этом всё. Я надеюсь, тебе этот ролик понравился. Обязательно поддержи его лайком и комментарием. Мне будет очень приятно. Всё читаю, всё смотрю, всё лайкаю. И вот такую сумму мы потратили на тюнинг данного Широна. На мою, можно сказать, мечту. Конечно, мечту не в таком, конечно, цвете. Ну да ладно. Пусть такой будет очень красивый. Напишите в комментариях, как вам данный Широн, как вам цвет. Был ли ваш Широн или не было. Будет очень интересно почитать. Ну, с тобой было. Всем желаю хорошего дня. Всем удачи, пацаны. И всем пока.